Продолжаем разговор 23 главы, вопросы, которые касаются колдовства. И остановились на хадисе, в котором приходит пересчетление некоторых больших грехов. Из них, какой большой грех тот, который убьет душу, который запретил Всевышний Аллах непоправо. Говорит у Ахталафа-Аль-Улана, Тиман-Катал-Му'минам-Мута-Аммидам, Хал-Ла-У-Таубат-Ун-Ам-Ла. Разошлись ученые во мнениях относительно человека, который убил верующего намеренно, есть ли ему покаяние или нет, то есть может ли он принести покаяние или нет. Говорит Хазарда ибн Аббас, Абур-Рэйра, Абхайрума, Иля аннау ла-тоу-баталя. Придерживается ибн Аббас, а также Абур-Рэйра, а также другие, кроме этих двоих подвижников, того, что у убийцы верующего намеренно нет ему покаяния, то есть Всевышний не примет у него покаяния. И в довод на это был приведен аят А тот, который убьет верующего намеренно, то его наказанием станет джиганнам, то есть адское пламя, в котором он пребудет вечно. Это из сура Аниса 93 аят. Во-первых, что касается мнения Ибн Аббаса, то оно приходит достоверно от него у Бухари и муслима. Что касается асара Атабу Уриры, то его асар приводит Саид Ибн Мансур в своем сунане, то есть в части Таштира. В части Таштира с двух иснадов. В первом иснаде Мачгуль, неизвестный передатчик, который зовут Кардам. А во втором иснаде передатчик по имени Хаммад Ибн Уяхия Аль-Абах Садукун Юхты является правдивым передатчиком, но ошибается в передаче хадисов. Из-за этих двух путей можно назвать этот хадис или этот асар Атабу Уриры хороший. Говорит шейх Маалтизам, и эти асары от Ибн Аббаса, а также Атабу Уриры нужно понимать таким образом, что убийце, нет ему покаяния, то есть между ними, между тем, кого он убил. Всевышний Аллах, пану Атала, принимает его покаяние и может простить ему его грез. Но он будет обязан возместить в судный день тому, кого он убил, возместить ему добрыми деяниями. Потому что в судный день убитый придет в судный день, ведя убийцу за его голову. И скажет, этот меня убил, спроси, за что он убил меня. И на такое понимание указывает контекст асара Атабу Уриры, где он говорит, может ли он оживить его? То есть, если человек убил второго, то может ли он его оживить? Соответственно, он его оживить? Не может. То есть, отсюда понимает, что Атабу Уриры имел в виду, что нет ему покаяния, то есть между ними, между тем, кого он убил. То есть, он будет обязан возместить убитому. И примерный же смысл пришел от Итма Аббаса. И из ученых есть те, которые сказали, что под тем, что нет ему Таубы, имеется в виду Таурия. Таурия, то есть, человек говорит одно, имеет в виду другое. Для того, чтобы, когда его спросили, допустим, задали вопрос, есть ли у убийцы или есть ли для убийцы Тауба покаяние. И человек, которому задали вопрос, видит, что этот задающий вопрос, возможно, кого-то хочет убить. И для того, чтобы удержать от этого дела, говорит, нет, ему нет покаяния. Для того, чтобы он знал, что если я пойду убью, то мне не будет покаяния. Аллах не примет от меня покаяния. То есть, Таурия. Человек говорит одно, а имеет в виду другое. И говорит, что под словом нет ему Таубы, имеется в виду, если он будет продолжать совершать этот грех постоянно и не принесет от этого покаяния. У Ибн Аббаса, ради Аллаху, маа, калсаббат ануху, гейр азал кауль. И от Ибн Аббаса пришло также другое мнение в этом вопросе. Фалалл-у кадсараджи ануху. И, возможно, он вернулся и отказался от своего первого мнения и вернулся ко второму мнению. То есть, такое мнение, ко мнению о том, что есть покаяние убийцы. Говорит, фалкасаббат ануху, канафил адабал муфрат, пришло достоверное от него, как это приходит в книгу адабал муфрат, от имама Аль-Бухари, под номером 4. Ана разлила сааллау, ана ухатал амраатан, сааллау ментоба, то что однажды один человек задал вопрос Ибн Аббасу, сказав, что он убил женщину, если для него покаяние перед Аллахом. Видишь, здесь вопрос уже задается, когда? После убийства, после дела. Поэтому Ибн Аббас сказал ему, Умму кахайя, своя мать жива, то есть, если твоя мать жива, то прилагай усилия для того, чтобы оказывать ей благочестие, и этим самым ты покроешь величину своего греха, и Всевышний Аллах напростит его тебе. Так как ты убил женщину, и раз уже ты вернуть это дело не можешь, и оживить ее не можешь, то хотя бы что, оказывай благочестие другой женщине, премного, и тогда что будет? Тогда Всевышний простит тебе этот грех. Но этот человек сказал, нет, моя мать уже не жива. Тогда Ибн Аббас сказал, принайти покаяние Всевышнему Аллаху и старайся приблизиться к нему настолько можешь. То есть совершай много добрых деяний наряду с обязательными, для того, чтобы эти добрые деяния и награда от них покрыла тот грех, который ты совершил. Этот Асар приводит Аль-Букари за слов Саида Ибн Абимарима, которому рассказал Мухаммад Ибн Джафар Ибн Абикасир, которому рассказал Зайд Ибн Аслам от Асаа Ибн Асара, от Ибн Аббаса. И этот Иснат является засоверным. Говорит Шахмал Сизам, и то, на чем подавляющее большинство ученых Аль-Ассуну Аль-Дяма, то, что все грехи находятся под желанием Всевышнего Аллаха, кроме многобожия. То есть Всевышний, если хочет их простить, то если хочет, накажет. Кроме многобожия. Каля Та'ала сказал Всевышний, «Инна Аллаха ла яхтур айюш ракаби у яхтур маду назаали калима яша». Пояснил, Аллах не прощает того, чтобы ему предавались товарищи, но прощает все, что меньше этого, кому пожелает. А убийство меньше, чем многобожие. Соответственно, Всевышний может простить его тому, кому пожелает. Говорит Каля Ибн Аббас, говорит Шейх Абдурахман Ибн Ассам, рахима Аллах, говорит Ибн Аббас, «Назалат хазил аяк», «Ва я ахиру ма назала, и ничего не аннулировало этот аят». То есть какой аят? «Ва ма яхтур му'минан му'самбинан садизау дианну мухалинан сия». «Кто убьет верующего намеренно, то его наказанием будет огонь, с которым он пребудет вечно». То есть после этого не пришло никого аята, который бы аннулировал это. Этим самым Ибн Аббас аргументировал свое мнение, почему он предъявился того, что за убийство нет покаяния. «Ва киривайкин ла хатназалат хир ахир ма назалат». В одном из аятов от него, от Ибн Аббаса приходит. Этот аят был не исполнен в конце тех аятов, которые вообще не способались. «И ничто не аннулировал этот аят отняхоби за Расулю Аллаха, пока девища не забror в себе посланник Аллаха. И после этого уже не пришло никакого откровения, которое аннулировало этот аят». «Первый астар от Ибн Аббаса, то, что этот аят был не спослан, и это последнее из того, что он не спослан, и ничто это не аннулировало, приходит у Бухарии Музына за саверным иснадом. А что касается второго ацара, то его приводит имам Ахмад, но в его иснаде Яхья Ибн Муджетбир Ат-Сейми, который является клабом-передатчиком, но смысл этого ацара такой же, как смысл предыдущего, немножко разнятся слова. Поэтому нет ничего страшного, если поддержать один ацар вторым ацаром и сказать о том, что он является также годным доводом. И говорит, относительно этого пришли также некоторые другие, хадисы, которые указывают на силу мнения Ибн Аббаса. Как, например, хадис, который приходит у Ибн Махмада, от Муауи, где он говорит, я слышал, как посланник Аллаха сказал, Каждый грех, возможно, что Всевышний простит его, кроме человека, который умрет неверующим. Неверующему Всевышний Аллах простит или нет? Нет. Говорит, а также человека, который убил верующего намеренно. Значит, пришел хадис со слов Муауи от пророка, саллаллах асана. Пророк, саллаллах сказал, каждый грех, возможно, Всевышний простит его, кроме человека, который умер на неверии, и человека, который убил верующего намеренно. В этом хадисе указание на что? В этом хадисе приравнивается человек, умерший на неверии, которого Всевышний никогда не простит, и человек, который убил верующего намеренно. А что-то понимается, что ему Всевышний также никогда не просит. Этот асар, или хадис, является достоверным из-за поддерживающих его цепочек. Приводит его Мамахмад Атаджи Абнасай, Атаджи Ибн Музик, как об этом сказано в книге Аддур Аль-Мансур, под 93-м аяты Исура Аниса. Также этот хадис приводит Аль-Хаким и в его иснаде Абу-Аун Аш-Шами Адамсари, и его положение является неизвестным. У Аль-Хакима, который приводит Абуд-Ауд, а также Аль-Хаким, и его иснад является достоверным. В офис Ай-Муссаде этот хадис приходит к книге Аль-Сай-Муссаде, Аль-Шами Амухбиля, то есть Танбих, говорит в примечании Аль-Хадис влахиру аннал-катила ла юхпарла. Внешний смысл этого хадиса указывает на то, что убийство не будет прощено никогда. Лякин аль-Муссаде, аль-Хадис, 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 но Аль-Хадис истолковывает этот хадис, что этот хадис пришел для запугивания человека, чтобы он удержался от убийства верующего. Во мину Манкаль, из Аль-Хадисуна Ваджима, есть также некоторые ученые, которые сказали, Ему не будет прощено, то есть он получит наказание за свой вред в этой дуне. Или получит греш, или точнее получит наказание в следующей жизни, будет испытан в следующей жизни за этот греш. И правильное мнение, что человек, убивший верующего намеренно, находится под желанием Всевышнего Аллаха. Если хочет Всевышний просит его, а если хочет, накажет. Когда в подвижнике давали притягу пророка, то что они не будут убивать, и не будут совершать прелюбодеяние, и не будут воровать. Тогда пророк, саллиллаху алисаляму, сказал, «По монославам, из Али-Кашиан, пророк, либо есть из дуния, то есть он кафару кулля, то совершит из этого что-либо, из чего? Из этих грехов, то есть либо убийство, либо прелюбодеяние, либо воровство. То совершит что-либо из этого, и получит это наказание в дунии, то есть если убьет, то получит возмездие, то есть его убьют в ответ. Если совершит прелюбодеяние, то его закидают камнями, если своруют, то ему отрубят руку. То это ему будут кафары, то есть искупление за его грех. Всевышний этим сам простит ему это его преступление. А кто не получит за свое дело наказание в этой дуни, тогда его дело оставляет по Аллаху. Если захочет, то Всевышний простит его, а если захочет, то он накажет. И на это также указывают слова Всевышнего. Поясни, Аллах не прощает, чтобы ему предавались товарищи. Иосифу Мадонны Залик или Майяша и прощает то, что меньше этого, кому пожелает. И, значит, относительно вопроса, прощается ли грех, убийство намеренное верующего или нет. В этом вопросе есть разногласие. И более правильное мнение какое, на котором подавляющее большинство ажиастонного джима, то, что этот грех под желанием Всевышнего Аллаха. Если Всевышний захочет, то простит, а если захочет, то накажет. Но это явно указывает садис-рабады им. Наслами, то Бухари и Муслима. А также этот аят, и наула ла аят, и так далее. А что касается того, или тех хадисов, которые приходят, что человеку, убившему, намеренно верующего, нет упрощения, то их многие из ученых понимали как? Так что Всевышний Аллах, фанатада, сожмет его душу, сожмет его душу, душу этого убийцы, и не оставит его в покое, пока человек не выйдет из исламы. То есть тот, который убьет верующего намеренно, потом его душа постоянно будет его мучить, и будет его царапать так, что он в конце концов вообще выйдет из исламы и оставит эту религию. За то, что он совершил убийство верующего. То есть часто, часто убивший человека намеренно, верующего намеренно, выходит из ислама в конце концов. Ясно, некоторые из ученых истолковали эти хадисы таким образом. И говорит, считает или придерживается большинство этой общины, как первых поколений, так и последних, то, что намеренно убийство подлежит покаянию между ними, между Аллахом. Если человек покается и вернется к Всевышнему Аллаху и будет совершать добрые деяния, то Всевышний заменит ему его дурное благом. Камаккаля Тааля, как сказал Всевышний, И те, которые не вызывают вместе с Аллахом никакому другому божеству, а также не убивают душу, которую запретил убивать Всевышний Аллах, кроме как по праву, и те, которые не совершают прелюбодьяни. А тот, который совершит это, тот возьмет на себя грех. Будет приумножено его наказание и мучение в судный день и он будет пребывать в огне Мухана, то есть униженным. Кроме тех, которые покаются и уверуют, и будут совершать благие дела. Уверуют, то есть вернутся от этого греха, совершат покаяние Всевышний Аллаху и будут совершать много добрых деяний. Всевышний Аллах, Слава Натала, заменит им их дурное благом и простит им эти их грехи. Это аяты из Сура Аль-Фуркан 68 по 70 аят. Слава в этом хадите и тот, который убьет верующего намеренно. Что значит тот, который убьет верующего намеренно? То есть Пророк в основном эти слова для чего произносит в этом хадите? Перечислять большие грехи. Большие грехи семь. Тот, 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 тот из них и тот, который убьет верующего намеренно. Мы не нашли этого астара от Абу-Уреры, но нашли этот астара от некоторых табиинов. Как это приходит в Тарфире у Астабари от Ажу Ибнаби Хатима под 93 аятом Сура Аль-Ница. Махадру Ибнаббас Майу Ача Купау Ляль-Дюмур То есть видишь от Абу-Уреры пришло как разъяснение этого аята. Тот, который убьет верующего намеренно, тому вечный огонь. Абу-Уреры говорит то есть это по идее его наказание. Если Всевышний его накажет, то накажет его этим наказанием. Но есть у него одно доброе деяние, которое помешает этому человеку навсегда остаться в огне. А что это за доброе деяние? Это его тургит, это его единобожие, это его вера. И если его в сердце будет вера хотя бы на мельчайшую частицу, то Всевышний вытащит его из огня и эта мельчайшая частица веры не позволит верующему остаться в огне навсегда. Даже если он совершил убийство верующего намеренно. Хотя более правильно понимание этого аята, что слово в нем имеет в виду то есть продолжительное время пребывания. человек будет находиться в огне за убийство намеренно верующего долгие годы или продолжительное время пребывания. То есть слово Халид Халид не всегда означает вечно без краев, но иногда имеется в виду под этим словом то есть долгое время пребывания. Вухадруя Анимна Аббас Маилат Купаву Льдюбур Говорит и так же передается Анимна Аббаса мнение, которое совпадает с мнением большинства ученых. То есть до этого мы говорили, что Анимна Аббаса пришло мнение, что за намеренное убийство верующего нет покаяния и выше не принимает покаяния этого человека. Многое передается Анимна Аббаса мнение такое же как у большинства ученых, что убийце намеренным убийством есть покаяние и Аллах может принять его покаяние. Фарала Абду Передает Абду 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 от Саида ибн Убейда. Более правильно сказать Асада ибн Убейды. То есть там работа на конце не Саид асад. И этот Асар приводит ибн Абишейба и все его передачки передачки Бухари и Муслима. Что касается Саада ибн Убейда то он что не упоминается слышал ли он что-либо от ибн Аббаса или нет. Но упоминается что он застиг жизнь ибн Аббаса то есть мог услышать от него что-либо. Вместе с этим мы не нашли никого кто бы утвердил что Саад ибн Убейда слышал что-то от ибн Аббаса но вместе с этим нет никого кто бы сказал что он ничего не слышал. Поэтому Асар является достоверным Аллах Алим по условиям кого? Имама Муслима. То есть Имам Муслим что говорит если человек жил одновременно с каким-то передачками и передает от него хадисы и неизвестен с адлицом и неизвестно слышал он от него что-либо или так же неизвестно что он ничего не слышал то считается что он от него слышал и его хадис принимает и считается достоверным. Говорит к Аммурхату а также к Абду Ибн Хумейду приписал эти Асары от суюты как в его книге Аддор Аль-Мансур. Так вот Саид Ибн Убейд говорит Адан Ибн Аббас Кан Ияхуль то что Ибн Аббас говорил Лиман Катала Муамина Соба тот который убьет верующего есть у него покаяние то есть он делает покаяние и Всевышний примет от него. Говорит и такое же мнение передается от Ибн Умара Говорит Шейх Маммад Хизам Мы не нашли Асара от Ибн Умара но нашли от Умара Ибн Хаттаба как его приводит Ибн Абишиба Бесана Ибн Уката тоже с каким с надом прервен значит это не установлено ни от Ибн Умара ни от Умара Ибн Хаттаба И также передается от самого пророка то что его наказание огонь если Всевышний подвернет его наказанию Говорит Шейх Маммад Хизам этот хадис со слов пророка приводит Ибн Абихаттаба а также от Табарани со слов Абу Уриры со слов пророка Но в его иснаде Мухаммад Ибн Джами которого назвал слабым Абухаттаб а Абузура отместить на него сказал он делал правдивым также в его иснаде упомянул его в своей книге Абду Афа то есть который перечислял слабых передатчиков и сказал Никто не поддержит его в передаче этого хадиса И он неизвестен кроме как этим хадисам поэтому этот хадис что является отвергаемым является непринимаемым Вот этот вопрос понятен или нет кто убьет верующего намеренно есть у него то оба или нет и что означают некоторые аяты и хадисы и как их собирать между собой и каково мнение Ибн Аббаса в этом находится Это все я Ибн Аббаса Ибн Аббаса